42 процента годовых это прям хорошенький бизнес и вы при этом вообще нифига не делаете правильно понимаю не мы вы не вы у нас гостях тарас гетманский чувак который построил в украине самый крупный каршеринговый бизнес и в общем то монополистом практически является в двух городах в киеве и в днепре планирует захватывать мир и сегодня поговорим о каршеринге о том что это вообще такое все таки это действительно сейчас самая большая каршеринговая компания в украине строящаяся строящаяся да цель я смотрел интервью кстати на канале у андрея лесневского подписывайтесь ставьте лайки и все такое . ссылочка подписывайтесь на канал франч вот ты там рассказывал что ты планируешь построить 100 миллионную компанию с оценкой имеется ввиду 100 миллионов долларов сейчас примерно какая где-то 15-20 миллионов это по большей части состоит из собственного стоимости автомобилей или не не там различие то есть каждый рынок оценится по-разному по разному мультипунктам по выручке каршеринг оценивается по выручке я статью читал форбсе свежих до писали о тебе там ты называл цифру оборот 1 2 миллиона за прошлый год ну да за прошлый год это мультипликатор типа ну но здесь но сейчас уже другой оборот ну то есть она выше конечно конечно то есть но мы же все время мы все время над этим трудно произошло вот за последнее там время что ты наращиваем клиентскую базу поездки все на то как бы все все идет все делаем к был был случай когда в киеве у тебя было три свободная машина да это ужас это реально у нас человек хочет воспользоваться услугой да и машина весь смотри то что у тебя в извини в сети 300 сколько 350 350 смотри то есть это 347 бы были взяты ну да ну да и да и нет потому что смотри в каршеринг это не это не всегда все взятые машины это могут быть машины в другом формате использования снятые с доступа или находящиеся на ремонте то есть кашеринг декларирует что у нее 10 тысяч автомобилей это не значит что у нее 10 тысяч машин стоят на улице то есть тысячу машин могут быть где-то находиться там на т.о. то есть условно говоря есть какой-то определенный процентаж то есть он высчитывается который не находится в обороте ну то есть как там но вы знаете где эти машины не конечно но это как как брак слушай если у тебя там 30 тонн молока это не значит что все молоко у тебя сразу готова к продаже правильно так какому количеству потерь и вы готовы как гостей ты про потери говоришь или которое какое количество машины в обороте ну я просто ты сказал пробара я тебе сказал не про брать тебе сказал просто том что все машины не могут быть мгновенно всегда в обороте просто какой-то спустила колеса какая-то меняется замена масла происходит какой то еще что то есть какая-то в dtp попала то есть она выбывает уже автоматически на этот период из какой-то сервис. Так вот, три машины доступны в Киеве. Киев, 3-5 миллионов населения. 3-5, 4-2. Огромный город, три машины. Как это повлияло на вас? Ужасно. Я считаю, что это ужасная история. Я могу рассказывать о том, что это круто, это sold out, но это плохо. Смотри, занятость каршеринга, это одновременная поездка, это 20-30% парка, а у нас 98% парка. Почему это произошло? Из-за локдауна? Нет, смотри, мы растем в клиентской базе, подстегнуло определенный спрос, то есть неожиданный спрос в Украину пришел в том числе по классической аренде по машинам. То есть локдаун нам привел массу клиентов. Условно говоря, даже прокатные компании были нацелены на умеренный рост. И в один прекрасный момент просто включается такой рубильник, который дает активный рост. Рубильник включился из-за чего? В том числе из-за локдауна. В Европу въезд по справкам, саудиты приехали сюда, саудиты, Арабские Эмираты поехали здесь остались, поехали в Западную Украину и подняли дополнительный спрос. К нашим людям добавились иностранцы. Ну и соответственно все равно мы наращиваем клиентскую базу, которая тоже идет вперед. Плюс летом количество передвижений у тебя всегда добавляется. Всегда. Рассуди со мной, ездишь ли ты зимой на шашлык? Не едешь. А летом едешь. Едешь ли ты зимой в лес? Не едешь. Или к реке. Ты едешь по каким-то делам. А тут у тебя количество дел, то есть N или X у тебя возрастает. У тебя возрастают возможности. Как к этому готовиться? Ну вы же знали, что летом люди поедут даже шлют? Ну конечно. Но мы там добавляли, добавляли, добавляем в парк бесконечных автомобилей. Сколько сейчас в месяц плюс новых машин? И где вы их берете? Сейчас не так уж много. Где-то несколько десятков добавляется машин в месяц. Вы их покупаете? Покупаем и частные инвесторы тоже покупают. Или инвестируют. Мы покупаем. Мы об этом поговорим. То есть есть возможность проинвестировать в запуск машин и зарабатывать на этом? Ой, в запуск, в покупку машин. Это один из вариантов. Один из вариантов. Но в основном покупаете? То есть большая часть машин? Да. Импортируем даже. Импортируем. На сегодняшний день очень много импортируем. БУ? БУ. Да, импортируем. Тут никакого секрета нет. Мы действуем по рынку. То есть мы должны быть в рынке. Мы можем делать отличие от рынка. То есть идти, допустим, покупать не так, как рынок. Но тогда мы просто будем терять, допустим, терять прибыльность или терять ебеду свою. То есть за счет чего? Потому что, к примеру, покупаешь ты Volkswagen Jetta официальную новую или покупаешь американскую. Разница между ними будет в цене в 2 или в 2,5 раза. Потеря в стоимости у тебя в одной амортизации будет пролетать сразу 30%. Потому что покатавшись 2 года на официальной машине, если американская, допустим, стоит 12 тысяч долларов, а ты купил свою официальную за 28. Слушай, ну за 16 ты ее продашь. Не знаю, может быть, ты кого-то найдешь. Но никто не будет у тебя покупать за 23 тысячи. Потому что она официальная, потому что ты эту машину любил. Ну вот, никто не захочет это делать. То есть какая средняя стоимость машины, которая используется в кашеринге, в закупке? Где-то 12 тысяч долларов. 15 тысяч, собственно. Стоимость Jetta, да? То есть вы тратите... Ну, любой машины там, на улице, 10-12. То есть вы тратите каждый месяц под соточку? Больше, наверное. Ну, то есть ежемесячно, то я думаю, что где-то вот... от 250 до полумиллиона долларов. Но это большие деньги. Это если ты говорил оборот 1,2, то это явно не с оборота деньги. Нет. То есть это какие-то... Вы привлекаете инвестиции? Да. Ну, то есть вот сейчас очень много частных инвесторов. Очень много. Последнее время... То есть большинство все-таки за их счет? Смотри, в прошлом... То есть очень много то, что мы закупили, мы очень много завезли в прошлом году. Но мы очень много с конца прошлого года начали пробовать работать с частными инвесторами. И, по сути, там за прошлый год у нас 15% парка откупили. Ну, то есть не откупили, они вошли. Да, мы наращивались, а люди еще интенсивнее наращивались. 15%, 14, даже на конец года была статистика, забрали частные инвесторы. По-моему, на вот данный момент около 25 или 26%. Я тебе скажу, что в перспективе 2-3 лет у нас будет несколько тысяч автомобилей, там даже, наверное, 10 тысяч машин. Я тебе скажу, что у нас... Двух лет? Ну, 5 лет я думаю, что точно будет 10 тысяч. То есть 30 раз вы увеличитесь за год? Да. Да. То есть и в этой системе у нас, наверное, останется не больше 20%. В средствах? Да. 80% это будут деньги чисто инвесторские. Я просто в этом уверен. То есть именно идем по такому формату, то есть люди будут зарабатывать деньги. То есть мы не противоречим. Какая, если можно, быстро экономика для инвестора? Сколько инвестор может заработать? Сколько он может заработать? То есть ввод вкладывает 12 тысяч, окупаемость этих инвестиций. Мне проще, смотри, мне проще тебе сказать про проценте работа капитала. Не всегда это человеку понятно. И здесь всегда возникает проблема. Если мы будем сейчас с тобой опираться на цифры, я тебе могу привести яркий пример. Но если мы будем опираться на цифры, то если наше видео посмотрит обыватель, а не финансист, то он может очень четко возразить и, соответственно, он тебе в комментарии напишет, вот там, как все плохо. С удовольствием почитаем. Да, да, как все плохо. Я просто могу, я могу просто сразу объяснить, почему плохо. Потому что давай я тебе задам простой вопрос сразу, который я, допустим, задавал финансистам. Скажи, пожалуйста, тысяча гривен – это много или мало? Ну, смотри, а для чего? Вообще просто. Вот, допустим, мы говорим человеку, ты заработаешь тысячу гривен. Это много? За какой период? За секунду – ок. За месяц. За месяц. Мало, конечно. Мало, конечно. А вот я тебе могу сказать, надо правильно задать повторный вопрос. От какой суммы? От какой суммы ты заработаешь тысячу гривен? То есть, если мы будем говорить… Если я вложил тысячу двести? Да, или, допустим, если ты вложил десять тысяч, к примеру, зарабатывая тысячу гривен, у тебя сто двадцать процентов годовых. Условно говоря, да? Ну да, понятно. То есть, ну, надо соизмерить. Нужна рентабельность. Да, да. Я понимаю, что человек меряет очень часто зарплату и свои доходы именно по тому формату, насколько он хочет жить. А надо свои доходы мерять по тому формату, насколько работает твой капитал. То есть, ну, это закон бизнеса. Если мы говорим про капитал, то смотри, мы рассчитывали, заявляли на сайте даже на прошлый год 16%. На сегодняшний день у нас среднее 22-25% доходных. Годовых. Годовых. Сейчас, ну, лучшие варианты выскочили. Вот последний квартал показал вот при существующих показателях от 29% до 42%. До 29% это был плохой самый процент, который зарабатывает. Мне-то эти цифры понятны, я и финансист, но мы занимаемся разработкой, созданием, запуском франшиз. Да. И 42% годовых – это прям хорошенький бизнес. Да. И вы при этом вообще нифига не делаете. Правильно я понимаю? Не мы, мы или инвесторы. Ну, нет. Вы. Инвесторы. Да. Вы это делаете, вы управляете этим. Да, сиди дома и переживай. Ну, в комментариях же надо. Слушай, в комментариях, люди, пожалуйста, напишите. Вот я больше всего люблю комментарии по этому поводу, что там жену, трубку, машину вы никому не отдаете. Вы можете сразу это писать. То есть если… Трубку? Да. Трубку, да. Которую курят. Тут только перед этим прочитайте несколько правил Тинькова. Не обижайтесь на них, я не буду их озвучивать, но прочитайте. После этого пишите такой комментарий. Друзья, ненадолго прервемся. Я хочу вам рассказать об Венте, который мы делаем 17 сентября в Одессе. Мы там собираем большую тусовку. Там будет Алекс Яновский, там будет Дима Борисов, там будут Леша Костелев. Все ребята, которые были в ламповых прямых эфирах. И мы будем говорить о масштабировании, о франчайзинге. Будем анонсировать новые проекты. Поговорим о том, как вырасти компанию в X15 за год, как, например, Влад Савченко, с которым мы тоже делали прямой эфир. Обязательно приходить, если вы будете в Одессе в это время. Это классный повод закрыть летний, открыть новый деловой сезон и зарядиться знаниями, нетворкингом. Потому что мы там целый день будем вместе с вами, а потом продолжим вечером, ночью и, возможно, на следующий день. Будет очень круто. Подробности в описании. Там же ссылка на билеты. Мы делаем 30% скидки специально для подписчиков French TV. Поэтому обязательно воспользуйтесь промокодом в описании. Ну и теперь возвращаемся обратно к Тарасу. Да, действительно, доходность хорошая. Но могу тебе сказать, что от финансового… То есть в чем сложность работы с частыми инвесторами? Потому что мы все время еще мало того, что мы работаем с ними, мы их должны образовывать. Финансово. То есть мы должны объяснять, это хорошо или плохо. Тысяча грин – это круто. Да. Ну, я тебе могу… Слушай, я тебе могу кейс привести. Вот реальный кейс, если он тебе нужен. Вот, допустим, условно говоря, человек мне пишет, говорит, у меня там работает у вас одна или несколько машин. Пишет, говорит, большое спасибо, я получил выплату и думал еще одну покупать, но, наверное, пока не буду. Я пишу, что у вас плохого случилось, думаю, ну, блин, наверное, коммуникация, не знаю, что-то не так, что-то получилось. Говорит, я получил, говорит, 9100 гривен за этот месяц. Ну, 9100, вот опять-таки, блин, ну фигня, ну можно пойти работать и получать там в два раза больше. Там, ну, на обычный, таксист, там, иди работай, получай в два раза больше в Киеве, да? Ну, как бы, конечно, фигня. Я говорю, блин, да, говорю, окей. Я говорю, окей, я посмотрю сейчас, говорю, вот твоя инвестиция, я беру вот по автомобилю, по которому ты получил, его стоимость 10 тысяч долларов той машины. 9100, говорю, давай с тобой просто пересчитаем по сегодняшнему курсу, это 330 долларов, ну, приблизительно. Давай считать. 330 умножаем на 12, сколько получается? Почти 4000 долларов. Я финансист, поэтому я не умею. Я не умею. 3960, ну, 3960, ну, 4000 будем считать для доступа. Хорошо считает. Да, нормально. 4000 долларов умножаем на 3 года инвестицию. То есть инвестируем на 3 года эти деньги, получаем 12 тысяч долларов за минусом вот этих там 40 долларов, 120, то есть 11880, да? 11880 долларов. Ну, считаем для удобства 12, что там мы сложное вычисление делали. Получил ты за 3 года. Давай брать амортизацию. Амортизацию машину эту мы брали, к примеру, там с тобой Volkswagen Jetta. Отнимаем 15 процентов, она амортизируется. И тут сейчас опять в комментариях понеслось. Рассказывай, рассказывай, рассказывай. Пробег машины в месяц 1400-1800 километров. Это не такси, где 8-9 тысяч километров в месяц минимум вы делаете. 1400-1800. То есть реальная амортизация проверена. Кстати, кто хочет поспорить, мы можем сделать специальный закрепленный контракт, в котором мы прогарантируем амортизацию. Если вы амортизируете не на 15 процентов, а на 20, мы это покроем. Челлендж. Да, я реально говорю вам, что можем реально просто на спорт. Хорошо, то есть 15 процентов теряется. 15 процентов потеряется. 10 тысяч это полторы тысячи долларов. 12 минус полторы тысячи 10 500. 10 500 ты заработал и машину про амортизировали, то есть вот твои 10 тысяч. Сколько получается? 33 процента годовых в год и даже больше. Плохо? Человек мне пишет, что плохо. Хочу 200. Он говорит, что хотел бы 20 в месяц. С одной машиной. Две стоимости. Я пишу, что 70 процентов, мне тоже нравится доходность. 20 гривен он хотел. Да, 20 гривен в месяц. Я говорю, что 70 процентов доходность, это круто, мне тоже нравится. Но, конечно, надо постараться. Я пока не могу представить, как постараться. Но, в принципе, я не буду возражать, если мы получим такую доходность. Можно только я у вас буду жить и вы меня будете кормить? Не, не, не надо. Слушай, это нормальное стремление. Поэтому, ну вот, допустим, условно говоря, тебе просчет. То есть, ну и таких вот обращений много, которых происходит. Это люди просто, да, они скорее всего ранее не занимались бизнесом. Нет, они чем-то занимаются, но, возможно, человек просто не считает так. Человек считает в формате своей доходности. Я поэтому тебя сразу спросил, что в основном, тысяча гривен, это много или мало? То есть, ну там, средний показатель. А для того, чтобы нам с тобой выйти, допустим, на показатель 22 процентов. Купи две машины. Ну да, 22 процента мы еще можем с тобой меньше, но дисконтироваться, получая доход. Ну вот у человека получилось так, я считаю, что неплохо. Понятно. То есть, вы идете вот в полный шеринг. То есть, когда и машины будут другие, то есть, вы будете как-то просто сервисом. Платформой. Это одно из направлений наше, которое мы стремимся, мы делаем платформу. Туро разрывает рынок каршерингов в Америке. Это платформа. Самая большая компания там, да? Ну, они сами сейчас купят. Но Туро просто не дает поминутно. А мы идем в поминутную модель в том числе. Туро очень близко к букингу, к Airbnb. То есть, вот там разместил кто-то T-U-R, T-U-R-O. Туро. Ну вот Туро. Да, Туро, да. Ага, да, да. Ну там все можно. Там даже Мустанг можно взять, Теслу можно взять. Очень удобно. То есть, это люди, которые туда ее сдают? Да. И так далее. Слушай, а вот я если честно, может быть я какой-то еще слишком олдскульный. Вот ты купил себе Теслу. Да. Ну в Америке, например. И ты отдаешь ее, и там сидят какие-то непонятные люди, кушают еду, льют Coca-Cola на твое сиденье. Ну пусть льют, пусть кушают. На здоровье. Ну как бы типа. Или они все это рассматривают как бизнес? По-разному рассматривают. Слушай, но мы же переступили там границу сдачи квартир. Да, но есть конечно там те люди, кто не знает. Машина это как будто чуть более интимная штука. Я понимаю, что в общем-то разницы глобально нет. Ты отдаешь свою собственность. Тебе просто надо начать относиться к машине как к средству передвижения. То есть понятно, что возможно там условно говоря, той на которой ты машине непосредственно ездишь, может быть тебе не захочется это делать, но давай опять-таки снова пойдем. Идем экономически. Да. Ты выдерживаешь свою машину, ты ее выносишь, то есть ты считаешь, что ты зарабатываешь столько, чтобы позволить. Окей. То есть это просто как бы твой предмет роскоши. Условно говоря, ты можешь по андроиду разговаривать, но ты себе купил самый последний двенадцатый айфон. Знаешь, как я там встречаю какую-то девушку или женщину, и я спрашиваю, вот у вас там последний айфон, а чем вы пользуетесь с ним? Ну фотографии делаю, окей. А там электронный, а как это работает электронная почта? А что такое Apple ID? И у нее два самых дорогих телефона. Я говорю, а зачем вам такой телефон? Ну то есть ты можешь взять, условно говоря, там какой-то за семь тысяч гривен и им выполнять те же самые функции. Ну вот задача такая же. Поэтому, условно говоря, когда ты покупаешь машину дорогую, то есть ты понимаешь, что это у тебя либо предмет роскоши, либо предмет, что ты настолько зарабатываешь. Использование. Ну да. Вот S-класс, я когда-то считал, он стоит в твоем гараже, ты его купил и просто поставил в гараже. Вот не хочешь ездить, хочешь сохранить. По-моему, стоимость 100 долларов в сутки его стояние. Просто возьми дисконтирование, насколько он обесценивается, то есть амортизируется, и мы получим с тобой при стоимости машины 100-120 тысяч долларов, стояние в гараже 100 долларов в сутки она стоит. Ну вот поставил и держи в гараже 100 долларов в сутки. Я понимаю, что у тебя, допустим, доходы вот такие, круто, проблем нет. То есть вот ты просто себе позволил дорогую игрушку. Я в какой-то момент, я тебе говорю, реально, у меня нет машины, я просто понял, что это жестко выбивает. В смысле у тебя нет машины? Просто нету. Ну была когда-то. Когда-то давно было. Очень давно. На чем ездишь? Ну как, своих 200 машин? Все, что попадает… Слушай, езжу на всем, что шеринговое, езжу на всем, что прокатное из наших компаний, и тут опять понеслись в комментарии, люди сказали, типа там, да. Нет, на самом деле, слушай, я езжу всегда на самых плохих машинах. То есть на самых плохих машинах. То есть я езжу на тех машинах, которые еще не попали в сервис, на тех машин, на которые пожаловались в обязательном порядке. Причем я езжу, и вся моя семья ездит, и все мои сотрудники ездят. Бедные. В обязательном порядке. Потому что если на этом ездят клиенты, и клиент жалуется, значит через это должен пройти я. Нет, это очень крутой подход. То есть вы смотрите, и как тебе, кстати, Гитманка? Как клиенту? Можешь оценить? Можно лучше. Можно лучше. Нужно лучше, я бы так сказал. Что ты хотел бы посоветовать владельцам компании улучшить? Все. Билли, что ты можешь за деньги? Ну сейчас, у вас есть какой-то факап, с которым вы еще не справились? Конечно. Слушай, они бесконечно возникают. То есть, условно говоря, очередное обновление на Apple или на Android, оно просто может рушить процессы на 30-40%. Потому что они перестраиваются, выкатывают Apple, Google какую-то новую фичу. Мало того, они даже очень интересно заходят. То есть они выкатывают для людей, уже для тестировщиков версию, а для разработчиков не выкатывают эту версию. В итоге, там, допустим, ты ставишь себе, там, какую-то, я не знаю, какая там последняя версия. 17.0, к примеру, да, там, 18-ую, условно говоря, ставишь, которой еще нет в App Store. Ну, ты себе поставил ее и звонишь и говоришь, у вас приложение не работает. И начинаешь жалобы, молишься, что она не работает. А как она может заработать, если у нас нет инструментов для того, чтобы ее сделать? Понимаешь, как в фильме «Дежавю», то есть «Гайстер», «Гайстер», мы бы рады, чтобы они у нас были, но у нас их нет, они только в Америке. Понимаешь? Сколько у тебя штат разработчиков? Есть различные категории люди, то есть, если мы будем брать широкий штат, от дизайнеров до инженерии, именно кодеров, кодеров, 3-4 человека, а в общий штат, наверное, их 12, дизайнеры уже входят. Это кто-то там аутсорсеры, могут быть инженеры и так далее. То есть, это люди, которые полноценно вкладывают в эту команду. Ну, то есть, достаточно, в принципе, еще компактная команда. Да, достаточно команда компактная. Если мы там вспомним какие-нибудь сервисы, тоже такие шеринговые, около, да, типа как «Ракет», то там у них десятками, иногда даже сотнями измеряется количество разрабов. Ну, конечно, да, да. То есть, смотря уже, то есть, мы тоже понимаем, что мы по чуть-чуть уже задыхаемся от того, что ребята вообще там настолько молодцы. Ну, то есть, я тебе могу сказать, что мы программу нашу делали полгода. Сколкова, по-моему, полтора года пилила программу. Что они пилили? Шеринг. Шеринг. Полтора года пилила. Внутри своей… Да, да. Они делали продукты. Первый продукт полтора года они делали. По-моему, продукт, насколько я знаю, хуже нашего. По нему очень много багов. Слушай, почему у нас так мало, как шеринговых компаний? Как тебе кажется? Ты сейчас… Я тебе объясню. Я тебе четко могу ответить. Я даже говорил с иностранными компаниями. Ну, причин много для этого. Ну, основные. Основные. Первое. То есть, у нас трудность рынка автомобильного, трудность рынка финансового. То есть, автомобильного в том плане, что мы не можем получить достаточное количество транспорта и достаточно нормальную цену. Берем любой рынок. Называй меня любую страну. Я тебе сейчас расскажу о прелестях автомобильного рынка. Там в чем отличие, чтобы все понимали. Ну, к примеру, давай неудобная тема, но Российская Федерация. Ну, вот там… Не любим мы в Украине это поднимать. Но могу тебе сказать, что ты можешь прийти в автосалон и сказать, я куплю 5 машин. Не 50, не 105 машин. И ты можешь вполне получить скидку там в размере 5-7%. Поехали сейчас с тобой в автосалон для того, чтобы ты получил скидку 5% лизинговыми. Мы иногда больше имеем компаний. То есть для того, чтобы тебе получить 5%, мы там будем шаманов приглашать. Это я тебе говорю честно. Для того, чтобы ты понимал, сколько в Европе получает компания. Крашевинговые компании получают больше скидку в Российской Федерации. Не знаю, сколько, но уверен, что больше. Не буду голословным. Да, допустим, в Европе в определенных странах скидка может достигать 35%. Поэтому тут сразу, когда кто-то может написать или искать все, как в нашей стране. У нас машины убитые, старые. В прокатах, к примеру, люди приходят и говорят, что там где-то новая. А я в Эмиратах приезжаю, мне себя дают машины от новенькой машины, а она еще в пакетах. Да, конечно, вам дают от новой машины. Потому что в Европе дисконтируют машину на 35%. По сути, 25% это первичная амортизация, когда ты выкатил. Что делает автопрокатная компания? Она покупает машину с дисконтом 35%, катает ее до первого ТО, до 15 тысяч и не проводит ТО. Ее сразу возвращает дилер, берет новую машину или выставляет на продажу. Они получили свои 35%, они заработали свои 5-10% на машине. Условно говоря, 10 заработали, раздали 7 налоги персонал, заработали 2-3% в течение года, откатали ее на 15 тысяч километров, даже не делают ТО, не меняют резину, ничего. А салонам это выгодно? Производителям это выгодно. Производителям выгодно. Слушай, это сумасшедшие обороты. Даже возьми здесь наших производителей, они приходят, у них глобальные контракты, допустим, с какими-то там международными компаниями, фармацевтическими. Они приходят и говорят, мы вам тут скидку выкатили. И приходят, говорят, ну это я знаю непосредственно от импортеров, приходят, говорят, у вас тут скидка, утвердили вам супер скидку 10%. То есть, говорят, это максимум, что мы можем делать. И так они берут и начинают смеяться, потому что, говорят, у нас в Венгрии 35%, а вы тут к нам зашли с 10, то есть, ну давайте нам 35%, не надо нам супер скидку, дайте нам нашу стандартную 35%. То есть, это первое. Второй момент финансирования. То есть, оно сумасшедше дорогое, у нас сумасшедше дорогие деньги достаточно тяжело гибкие. Но вы нашли этот путь через частных инвесторов? Мы нашли, да, путь. Это не лучший путь и не худший путь. А кто так делает? Все делают, да? Через частных инвесторов? Да, да. В России, например. В РФ это пробовали, но они, а вот многие с некоторыми общались, они отошли, отходят от этой модели. Потому что им дешевле финансироваться. Работа с частными инвесторами, это не дешево. Это не дешево в плане оплаты процентов и это не дешево в плане обслуживания. Это вторая поддержка, вторая служба поддержки. Потому что каждый инвестор позади, мне кажется, что у меня на зеркале царапина или мне кажется, что немножко в колесе не две атмосферы, а полторы. Вы не можете подъехать, посмотреть. Представь сюда, что там 350 автомобилей и персонал, там где-то ДТП у кого-то случилось, у кого-то кто-то уже перегородил, кто-то кричит, что вообще вы коллапс устроили, кто-то вашей машиной устроил коллапс. А человек говорит, по-моему, на пол атмосферы шина спустила, не могли бы вы срочно приехать в другую часть города. То есть мы понимаем, что да, мы обязаны уделить время, это наш такой же клиент, это наш инвестор, мы обязаны на это отреагировать, но это нелогично. Поэтому это вторая поддержка. Поэтому смотри, второй путь это дорогие деньги, очень дорогие деньги. Вторая причина. Вторая причина, очень дорогие деньги. С той же РФ я общался, они говорят, у вас сумасшедшие дорогие деньги, сумасшедшие, то есть невыгодные. Они и в Белоруссии работают, и здесь даже публиковали, что кто-то собирается выходить на рынок, я с ними непосредственно общался, это просто у них публикация. На рынок чего? Украины? Украины, да. Не собирается там никто выходить. Мы не пустим. Не-не, не пустим, а условий нет, понимаешь? Так, значит, скидок нету, деньги дорогие. Скидок нету, деньги дорогие. То есть деньги дорогие. Слушай, лизинг я рассматривал, да, вопрос, да, чего вы при таких доходах не возьмете лизинг? Да. Потому что мы не забываем с тобой еще, что при частном инвесторе, это хороший вопрос, да, который опять-таки задают подписчики. Скажут, если человек такой грамотный, и он тут заливает про доходность. И считать умеет в уме. Пусть он пойдет, он там прокредитуется. Чего он не прокредитуется? Отвечаю очень просто, сразу отвечаю на этот комментарий. То есть, когда ты частный инвестор у меня, мы с тобой разделяем риск. То есть, условно говоря, я это говорю открыто. Завтра у нас случается кризис, что мы делаем? Ты машину остановил, твои денежки заморозились и мои денежки заморозились. Но у меня нет обязательств тебе выбежать и платить ежемесячно деньги. То есть, мы с тобой, одновременно сидя в одной лодке, понимаем, что у нас просто ветра нет в парусах. И мы просто... Машина не едет. Машина не едет, да, но ничего не происходит. То есть, мы с тобой в штиль встали и стоим, ждем ветра попутно, условно говоря. Да-да. Ну, случились обстоятельства. Допустим, война у нас пошла. Но в случае с критом же так не произойдет. Ветра есть или нет, а лодка должна быть в срок вот там вот. Поэтому поли дизель. Понимаешь? И этот дизель, самое главное, что он у тебя должен быть. Это как бы сразу ответ. Финансирование дорогое. Последний лизинг просчитали мне при ставке 8 процентов, он вышел 28 процентов годовых. Я говорю, а как 8, он 28 получается. Ну, там в общем, он говорит, не получается, получается 8. Я говорю, ну давайте считать. Говорю, ну вот я беру активное тело, активно этот. В общем, считали, вот оказывается там на страховке, потом ОСАГО, которая стоит полторы тысячи. Почему-то оно стало шесть с половиной тысяч стоить в год. Я говорю, а это что за ОСАГО? Это расширенное. Я говорю, что случается с этим расширенным ОСАГО? То есть это говорю, если мы, говорю, весь Майдан одной машиной соберем, то есть все Геленвагены сразу, то есть под Верховную Раду заедем, говорю, и соберем все Геленвагены. Оно сразу все покроет. То есть мы говорим, какая вероятность? Ну, впечатляем, что для Камикадзе сразу страхуют машину. То есть, ну вот, ну, в общем, как бы… Да, то есть они говорят, ну, нас как бы тоже, да, нам тоже этот процент не нравится, они как бы там тоже начали. Мы тоже совсем… Согласны. Да, мы согласны, но как бы… Слушай, если лизинг 28, а ты платишь своим частным инвесторам… 29-40. То же самое, по сути, да? То есть, в принципе, разницы для тебя особо-то и нет. Кроме того, что разделение рисков. Да, смотри, мы же с тобой забыли, в лизинге есть еще что-то. Первичная комиссия, первичный взнос. Мы же тоже это с тобой пускаем. То есть 20 или 30 процентов. А комиссия за что первичная? Вот я задавал вопрос, у меня сидел глава одного из банков. Да, за услугу. Я говорю, зачем? Ну, то есть я думал, что там пенсионный фонд закрашивает. Нет, за услугу. То есть, ну, вообще, как бы, ну, по лизингу, слушай, это интересная отдельная история. Лизинг – это, я всегда говорю, что это выгодный кредит для банков. То есть, вот, по сути, штука, в которой упаковано все. То есть, там, ТО, подменный автомобиль и все. То есть, ты вот там взял машину, показал, ой, у меня поломалось там, да? А вот у нас, допустим, лизинг – это кредит, который оформлен просто на банк. Ну, очень удобно. То есть, если там с тобой что-то случилось, то есть, машину не надо у тебя приходить отбирать, через суд ты ее будешь прятать, ну, и так банку принадлежит. То есть, это штука – удобный кредит для банка. У нас выпуск для финансистов в основном. Да, да, да. То есть, две причины объясняли. И третью причину, которую мы объясняем, у нас нету городской политики относительно транспорта. Даже стоимость парковки. Вот стоимость парковки – это регуляторная политика. То есть, это и наполнение бюджета, но это и регуляторная политика. То есть, стоимостью парковки мы организовываем правильно парка места и правильно движение. То есть, мы говорим, ты хочешь сидеть в центре? То есть, ну, ты же, слушай, на Майдане ты возьмешь себе офис или квартиру, она будет стоить одних денег, в барварах других денег. Ты хочешь почему? Тебе престижно на Майдане? Плати. Тебе престижно машину ставить под офисом? Плати. Там земля дорогая. Плати деньги. То есть, плати 100 гривен в час. А ты говоришь, а я не хочу, но я хочу ездить на машине. Бери каршеринг, плати 100 гривен, доезжай туда, бросай, кто-то уедет оттуда. Но ты готов за это заплатить. Бери такси за 120 гривен, едь туда, словно говоря. То есть, не загружай город. А хочешь загрузить город, плати за это сумасшедшие деньги. То есть, день стоянки твоей стоит 800 гривен. У нас ничего не происходит здесь. У нас в этом полный вакуум. То есть, у нас полный вакуум. У меня когда-то иностранец прилетел года два назад и говорит, расскажите мне, как вас поддерживает местная власть. А мы говорим, никак. Она нас не замечает и нам это нравится. Он говорит, выиграет камикадзе. Мы говорим, почему? Потому что то, что вы делаете, это инфраструктурный проект. А как можно реализовать инфраструктурный проект? Без поддержки. Да. То есть, инфраструктурный проект, которому не интересно. То есть, давайте проложим водопровод или газификацию в село такое-то. С властью не договоримся. Да. А мы ведем туда газификацию, приходим, а там голова рады скажет, а наша нам газ. Мы углем нормально топим. И ты так пришел, так камон. То есть, мы тут 50 км газопровода проложили. То есть, он оказался никому не нужен. Слушай, каршеринговые машины должны ездить по полусам общественного транспорта? Смотри, как собственник компании, я бы сказал, что да. Но я думаю, что это не совсем правильно. Я бы сказал, что движение вообще… Попробуй сам. Не-не, не очень хочу. Ты думаешь, что я голоден? Да. Ты просто смотришь на меня так, думаешь, блин, завидует. Должно быть общее понимание дорожного движения, что происходит. Я даже один раз с одним из чиновников поспорил года два назад. Знаешь почему? Потому что он рассказывал мне, что говорит, мы вот сделаем разрешение для общественного движения, для такси, по полосам общественного движения. Потом делает паузу, говорит, только для официальных такси. Я ему задаю вопрос, говорю, ну круто. Убер, официальный такси? Нет. Убер – это райдхейлинг. Болт – это райдхейлинг. Уклон – это райдхейлинг. Это не такси. Как ты сказал райдхейлинг? Райдхейлинг, да. То есть, я говорю, а как эти сервисы? А никак, типа, пусть они лицензируются. То есть, смотри, по сути, это, знаешь, такой back to the future. То есть, назад или в прошлое, или назад в будущее. То есть, давайте вернемся в эру официального такси. Да его нету. Все, его победили. Его райдхейлинговый сервис победил уже вообще во всем мире. Но мы давайте упремся и заставим Убер получить лиц. Зачем? Ну, зачем это надо? То есть, ответьте на этот вопрос. Деньги собрать? Ну, сделайте по-другому. Положите, условно говоря, как Петр Тернышов говорил, положите на потребителя. То есть, пополняешь мобильный телефон, платишь с этого налог. Пополняешь, то платишь с этого налог. Это же очень удобно. То есть, ты от этого не убежишь. А вот компании начнут бегать. Как Убер. Раз. Редхейлинг пришел. Ставку ввели на двигатель 2.0 или 5.0. Стали 1.4 турбо производить. И все равно уходят от этого. Понимаешь? И не могут догнать. Государство не догоняет от этого. Не надо догонять. Надо идти в ногу со временем. Давай, пока ты покушаешь, я расскажу историю, которую ты рассказывал в интервью у Андрея Лесневского. И, может быть, какие-то там подробности еще узнаем. У вас была история, что в какой-то момент вы обнаружили, что у вас какое-то большое количество машин находится в угоне. Просто потому что… В розыске. А, в розыске, да. Извини, в розыске, да. Не в угоне, да. То есть, в розыске из-за того, что кто-то на крошеринговой машине там кого-то потер, вышел владелец, заявил, по камерам определили и поставили в розыск машину, которая принадлежит не этому человеку, который потер, а, в общем-то, вам. Да, да. Поставили в розыск, а потом клиент едет, да, на Киевское море, его тормозит патруль, типа, ребята, высаживают. Клиент не в курсе, он вообще ничего не нарушал, он тут ни при чем, он сидел на машине, которая там царапину кому-то сделала, когда-то там год назад. Вот. Такие ситуации продолжают повторяться? Эти истории продолжаются, и они будут продолжаться. А вот эти погони происходят, как в Америке, с вертолетами? Ну, вертолетов у нас просто нет. У нас бюджет не поднимут вертолеты. У нас была такая, гнались, гнались так за клиентом, думали, что за пьяным. Он не пьяный оказался, и по случаю веселый. Да, там была интересная ситуация. Звонит жена на поддержку и говорит, это обычный Киев, слушай, абсолютно нормальный. Звонит жена на поддержку и говорит, мой муж, он сел сейчас за руль вашего машины, он едет, мы с ним только что так сильно поругались, и он решил покончить жизнь самоубийством. На вашей машине. И поддержка говорит, хорошо, вы в этом уверены? Слушай, тут же надо понять, а вдруг это просто обычная банальная ссора? Шутка. У нас соседи не ездят на ваших машинах. Мы говорим, ну значит ездят, если у вас паркуют, дайте его номер. Мы говорим, как вы себе это представляете? А если бы это вы были клиентом? Вы бы представили, что мы ему дали номер? И вот мы же здесь не можем понять. Подожди, с женой что там дальше? Жена, вот мы же не можем понять. Шутит девушка, может она его просто остановить хочет. Но мы не знаем, что происходит. Потеряла его из вида, звонит. Сразу проверяют, а человек по мосту, по потону, он уже 180 несется. И в поддержке сразу все. Паника. Да, паника. А сейчас он будет с моста нырять прямо на машине. На новеньком Passat за 10 тысяч. На джете. На джете. Летел. И она говорит, и он выпил. Немножко он выпил. И укололся. Не укололся. В полицию сразу позвонили. Поддержка позвонила. Говорит, нарушение правил. Туда сразу машину отправили. В тот район, в который он едет. Ближайшие наших сотрудников отправили. Он, слава богу, доехал. Сразу быстро остановился. Буквально там. И мы не поняли, он остановился или нет. Заблокировали его. После этого приехали. Машину заблокировали. Машину заблокировали. Потому что он не смог поехать уже. Подъехал буквально сотрудник. Там через минут семь. И приехала полиция. Полиция очень быстро, она сказать, приехала. Еще минуты на три разминулась с сотрудником. Этот человек, он сотрудник правоохранительных органов. Муж. Да, муж. Он оказался трезвым и стоял с друзьями. Спешил к друзьям на встречу. Да, на встречу. Рассказать, что происходит. Сотрудники полиции, конечно, очень расстроились. Которые приехали. Сказали, зачем вы нас вызываете по таким вопросам. Ну и правда. Чтобы просто с коллегой повстречаться, да? Ну да, да. Мы так планировали. Мы так надеялись, что он пьяный. Он не пьяный. Мы говорим, извините, мы виновны. Мы признали свою вину, что мы действительно зря дернули эту ситуацию. После этого, собственно, попрощались. Человеку сказали, извините, вы дальше не продолжите движение. Мы машину заберем. Все хорошо. Попрощались и все, разъехались. Правда, он написал через три дня. Его после этого решили в сервис не допускать. Он написал через три дня. Откройте мне доступ к сервису. Сказали, извините, наверное, нет. Его поддержка сказала с модерацией. Он тогда написал второе письмо, что я помирился с женой. Откройте доступ к сервису. Я хочу держать вас в курсе. Да, да. Мы очень рады. Мы реально рады, что желаем вам долгих... Так вы чего закрыли? Слушай, но если у человека происходит 180 с суицидальным наклоном, уже идет, что они летят с женой и женатым... За большим? Ну там действительно летит 180 по мосту и вот эти какие-то неоднозначные движения, они, конечно, очень... Я понимаю, что можно наговорить на человека, да? Да. Но там... Ну вы фиксируете. Расскажи, что вы знаете о своих машинах и о ваших клиентах. Почти все. Ну что, что? Ну давай. Ну все. Что тебе интересует? Ну в смысле, ну там... Параметры, скорость понятна, да? Скорость, крены, повороты, интенсивность. Можем даже знать нажатие педали. У вас какие-то триггеры срабатывают? Ручники, все знаем. Да, все видим. Превышение скорости вы увидите? Увидим. Самая дичка, за которую вы заблокировали? Алкоголь. Ничего дичёй и алкоголя не было? А? Ничего дичёй и алкоголя не было? Дичёй и алкоголя? Ну что еще? Ну... Ограбление банка. У вас там была история с ограблением ювелирного, да? Ну да, но это было через формат классики. Просто они взяли машину, они в офис пришли. Эти люди взяли машину в офис, подписали договор и уехали на ней. Ограбили ювелирку, да. Но это было на нашей машине. Ну то есть у нас в офисе они брали, ограбили ювелирку. Буквально через два часа. То есть специально для этого и брали? Да, да. Причем его же вечером сразу же полиция арестовала. Он вернулся к машине, сразу же вечером арестовала. Полиция просила весь день под машиной и арестовали его вечером. Девушка его плакать начала. Он видно или от любви к девушке, или почему украл. Девушка даже в курсе. Мы поняли, что не было, потому что она там... Она получила цепочку, а тут возвращаете. Она там плакала, кидалась на полицейских. Потом ей уже просто сказали, что вот так и так. Парень ограбил в 11 часов ювелирный магазин. Вот была в шоке. За что вы еще можете... Блокировали превышение скорости. Допустим, когда мы видим, что критичное превышение. То есть критичное... Это сколько? Ну, как правило, люди ездят там свыше 120-130 км в час. Причем это характер постоянный. То есть мы там еще можем понять, что какая-то там была ситуация... Успоился? Есть 180, 185. Условно говоря, у человека 9 поездок. Самая низкая из них 147 было. То есть со старта 147 и... Ну, 147 это то, что он достигает. Среднее. У нас не всегда будет меньше, потому что ты с нуля начинаешь. Ну да. То есть мы понимаем, что просто к чему это ведет, это ведет... К авариям. Либо к авариям, либо к тому, что он где-то создаст... Он не только машину нашу разобьет, это как бы всего лишь часть. Больше, что он там людей где-то как кегли пособирает. И как бы не хочется участвовать в такой истории. Я тебе могу кейс... Слушай, кейс произвести. У нас был замечательный клиент. Но это вот наш кейс, когда мы не доследили. Это реально, когда сработал чисто человеческий фактор. У него было до 10 поездок. 7 или 9 поездок. Мы потом посмотрели, что они все с превышениями. И кейс был, собственно, тот, что... Человек сбил парня насмерть. Насмерть на пешеходном переходе. Человек этот адекватный абсолютно. Он был трезвый. Он адекватный. Он хороший парень. Просто быстро ездит. Да, просто быстро ездит. И ты знаешь, в этот момент у меня как бы... Ну, так вот что-то там ёкнуло. То есть я думаю, блин... Не помню. 7 или 9 поездок у него было. Если бы, думаю, мы раньше поставили триггер себе, то этого бы человека заблокировали бы на 4-ой, на 5-ой поездке. Я думаю, как минимум, этот бы парень остался жив. То есть я думаю, ну вот, как бы, знаешь, нету вины. Ну, за... Ну, не мы сидели за рулем там. Не какое-то техническое нарушение. Но вот просто обидно. Причем, да, парня, которого сбили, он был из Луганска. Айтишник. Создал айти здесь компанию. Мы потом уже про него историю узнали. Квартиру купил. Тут нормально все было у парня. То есть жизнь складывалась. И вот жизнь оборвалась в каком-то этапе. На каком-то этапе. То есть там превышение скорости было. Он до этого разогнался. А потом здесь превысил... Это не 180 было, но это все равно была приличная скорость. Я еще знаю четвертую или пятую причину, почему каширинг так развивается. Потому что люди, которые этим управляют, должны быть в определенной степени, не знаю, фаталистами. Или не фаталистами даже. А стрессоустойчивыми как минимум. Потому что вот... Это ответственность, да? Я сейчас не хочу тебя нагнетать. Но, в общем-то, она тоже есть. Вы ее наверняка чувствуете. Твоя команда. Скажем так, смотри. Если ты в любом случае занимаешься этим бизнесом, это то, допустим, через что... Когда, допустим, мы даже общаемся по партнерам, по франчайзинговой сети, да? То есть же очень много запросов. Очень тяжело реализовать ее партнеру, да? То есть сейчас пока франшизы же не... Франшизы прямо вот такой прямой как-то в каком-то городе есть. Мы рассматриваем там одного, второго, третьего партнера по разным городам, да? Но есть либо мы не заходим, мы видим, что он по параметрам слабоватый, да? Либо человек финансово слабоватый. Финансово слабоватый это... Ну, вчера, допустим, даже мы общались по Таджикистану. Человек, я даже с ним лично общался, говорит, я хочу попробовать там с пяти машин. Я ему говорю, даже не заходи в эту историю. Он говорит, там, с пятидесяти. Я говорю, со скольки? Я говорю, ну, пятьдесят, сто машин давай пробовать. И потом будем наращиваться. То есть это полмиллион и минимум инвестиции? Ну, да, либо лизинговые инвестиции, то есть в зависимости от этого. И мне человек говорит, ну, я хочу попробовать пятидесяти. Я привел самый обычный простой пример. Говорю, вот смотри, представь с тобой, что мы... То есть, говорю, у тебя эффекта не будет. Начни просто сдавать их в аренду, не заморачивайся с какими-то решениями. Вообще не заморачивайся. Это, говорю, дороже будет стоить. Давай с тобой представим, что мы с тобой решили продавать семечки. Говорю, сколько нам надо продавать семечек для того, чтобы попробовать? Я говорю, ну, думаю, что стакан. Это минимальная. У нас доза должна быть, ну, стакан. Бабушка сидит, набирает стакан. Говорю, ну, мешочек выносишь небольшой на стакан. Говорю, а пять семечек можем продать? Или одну семечку? Говорю, для того, чтобы попробовать. Говорю, теоретически да. Говорю, найдутся те люди, кто купит пять семечек. Но мы с тобой можем почувствовать рынок или нет? Нет. То есть, говорю, маленький стакан – это наш первый старт. Но для того, чтобы даже продавать стакан, у нас с тобой должен лежать небольшой мешочек, где десять стаканов. Потому что клиенты не захотят пользоваться. Да, не захотят пользоваться, не захотят брать. То есть, не будет эффекта, говорю. Вторая история, когда ты говоришь про стрессоустойчивость. Этот бизнес немножко надо понимать. Вот мы даже когда запускались, да, у меня были там первые консультанты, с которыми я общался, которые люди уже проходили в рынок, да. И мы когда пообщались, они мне потом сразу сказали, говорят, мы сразу поняли, что ты запустишь каршеринг. Я им потом спросил, там полгода прошел, говорю, почему? Я говорю, у тебя было понимание на 90% то, к чему ты идешь. То есть, я действительно могу тебе сказать, я четко… У тебя же был в этом бизнес-аренде. Да, проката. Я четко понимал, к чему мы идем. То есть, и то, да, какие-то моменты все-таки были для меня в диковинку. Но, тем не менее, мы абсолютно все понимали. То есть, мы понимали долю рисковости, мы понимали, куда еще будет там, еще в каких аспектах у нас риск будет вырастать. Каким будет каршеринг, условно говоря, будущего, пятилетней какой-то дистанции? Может быть, дальше ты заглядывал? В Украине или вообще в мире? Давай говорить вот про твою компанию. В Украине это будет, я думаю, что до десятка или больше десяти тысяч автомобилей. Ну, если конкретно, в моем компании где-то около десяти тысяч. А вообще в Украине рынок, да, будет на несколько десятков тысяч автомобилей. Ну, по цифрам мы уже говорили десять тысяч. Я имею в виду какие-то модели использования. Модели использования, то есть, ну, войдет в большую повседневность. То есть, больше и больше будет людей об этом. То есть, конкуренция, в принципе, конкуренты Убера? Это, это разная немножко аудитория. Понятно, что разные. Они конкурируют, да. То есть, я бы сказал, что даже очень часто конкурент это личная машина. Это больше может быть конкурент наш. Я думаю, что будет больше простоты и, в принципе, даже ты сможешь, я думаю, что взял машину в Киеве, поехать в Одессу и оставить ее там. И брось ее там. Да. Да, и она уедет там. Так, почему у тебя нет электромобилей? Или будут ли они? Они логистически более сложные. То есть, надо это говорить, что логистически и они финансово не совсем интересны. Мы с тобой можем сколько угодно бегать, разговаривать там про экологию, про все остальное. Но если нам нечего есть, мы с тобой пойдем рубить или у нас завтра не будет газа, что мы пойдем делать? Мы пойдем в соседнюю посадку под Киево и будем валить деревья. Никто нам не будет указ, потому что нам будет... Хочется кушать. Хочется кушать и нам будет нечем валить. Поэтому, когда мы говорим про электромобильность в Украине, я всегда задаю вопрос. Ребята, ответьте мне в первую очередь на вопрос, что есть электромобильность в Украине? Вот вы там говорите, экология. Это крутые фразы. Давайте посмотрим, что есть электромобильность. Это про что? Масса покупает электромобили, купили лифы, еще что-то, такси или куда-то для того, чтобы было дешевле ездить. Машина с ГБО для бизнеса. Сейчас уже те же деньги стоят, что и электроэнергия. Потому что электроэнергия поднялась в тарифе, раз. Второе, если у тебя нет дома домашней розетки, от которой ты заряжаешься, то есть ты приехал в частный дом и кинул. То есть, если ты живешь там в 25 этажке, то с 16 этажа как-то удлинитель, ну не камильфо тянуть. А если у тебя там стоит какой-то чарджер какой-то компании, то де-факто у тебя что на ГБО ты заправляешься, а что там? Да, ты заправляешься, у тебя будут одни и те же деньги. Оп, не совсем уже интересно становится тебе экономически. Но ладно, этот вопрос опустили. Допустим, ты крутой эколог, ты за экологию. Но мы с тобой забываем же про амортизацию. Лиф, который приехал сюда, который тебе обошелся здесь в 10 тысяч долларов, ты его здесь за 10 тысяч долларов уже не продаешь. Ты его уже продаешь за восемь с половиной. То есть, у него амортизация летит очень сильно, почему посаживается батарея. Окей, напишем в комментариях, что лифы, лифы это типа не пример. Чувствую у нас в комментариях. Да, да, лифы не пример, то есть круто это Зоя, круто там еще корейские машины, как они называются, как Renault Fluence. Я не знаю, как корейская называется. Напишите в комментариях, кстати. Да, как Renault Fluence она видит, то есть они там вроде бы лучше, все лучше. Слушай, но я вот каждый год смотрю, они каждый год какую-то машину новую хвалят, потом через год уже не хвалят эту машину. Да нет, типа это была Зоя. Да нет, Зоя не подходит. Не, не подходит, она там ходовая сыплется, в общем, сыплется. То есть, лифы два года назад. Лиф нет, лиф с батареей там нет, батарея в лифе никуда не годится. То есть, и в этой ситуации, как бы знаешь, тебе просто начинает становиться страшно, что ты можешь в эту историю подвязаться, получить минус амортизации и все. Ну понятно. И есть вторая практика, допустим, практика использования в РФ. Когда люди плевались, кидали машину и кричали, где моя машина с ДВС. Почему? Потому что, если ты не ездишь бесконечно на электромобиле на том же лифе, то есть, когда ты включил кондиционер, включил все, никакую рекуперацию, ты будешь выключать, потому что у тебя хочется... И машина разрядилась. Да, у тебя машина не разрядилась, у тебя пишет 60 километров, допустим, остатка пути. Там и тут, или там 80, да, ну и до 80, ну ты, ну, 88, поехал в Барвары. Доехал до Барваров, а там 35. И ты так, оп, а вернусь ли я обратно? И ты начинаешь просто трекировать поддержку криками, что это за машина, что у вас такое? И тебе на счет говорят. Выключите кондиционеры, вообще все выключите, да, и дотолкаете половину пути. То есть, факт психологического момента. То есть, в своей бензиновой машине, когда у тебя загорается лампочка, она у тебя загорается на 50 километрах. Я уверен что у любого человека, у которого загорается лампочка на ДВС, это называется легкое мандражие. То есть у тебя загорается лампочка, как у собаки Павлова, ты сразу, заправка, где заправка? Ага вот она, сейчас как же нан�를? Любая, любая, да. То есть у тебя срабатывает. Хотя на 50 километров у тебя еще есть. 50 километров — это в среднем пробег человека за день. Но никто до этого не доезжает Так вот в лифе или в электромобиле Ты живешь практически постоянно с этим чувством То есть ты привыкаешь кататься Когда у тебя горит лампочка И в принципе к этому относишься нормально Для того человека, который пользуется постоянно электромобилем Это нормально Для того, который первый раз сел У тебя стресс будет Ты не понимаешь, как рассчитать Все, друзья, я думаю, что мы будем завершать Потому что стрессу, наверное, можно еще полтора часа говорить Можно Подписывайтесь на канал, ставьте лайки У него, кстати, тоже есть канал У меня есть канал, но он просто такой Слабоватый У нас рубрика поле чудес Вот этот вот автомобиль То есть можно выиграть автомобиль Ну, не сам автомобиль, конечно же Крутите барабан Но поездку на нем Сколько? Какую поездку? Какой длины на каком автомобиле? Ну, суточную можем подарить Сутки? Сутки на Гетманкаре На хорошем? На Форде? Можем внедорожник даже В внедорожник неинтересно? Почему нет? Класс Это самое дорогое абонемент Что для этого нужно? Это, конечно же, подписаться на канал Франш ТВ Поставить лайки И комментарии, я думаю, поводов Уже и так достаточно много было Вот Но давайте напишите Я не знаю Если вы уже пользовались Пользовались каршерингом Не важно Гетманкар или там В других странах Своит какой-то необычный опыт А если еще не пользовались То напишите Почему вы не пользовались И мы напишем Мы напишем Кто победил Под комментарий Ну и там да Очки, там держатель Это все еще дополнение Тоже подарили Очки какие? Виртуальная реальность? Нет, настоящий Гетманкар фирменный Уже полгорода ходит Мы ходим Смотрим Все в очках наших ходят Серьезно? Да Еще очки, ребята Да, еще очки Очки можно не отдавать Очки можно не отдавать Они в машинах лежат, кстати Для того, чтобы их забирали люди Вот они как раз Сделали, что Воспользовался И забирай себе их Им на очки Прикольно Класс Пишем комментарии Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok